Это был такой же обычный летний вечер, ночь с 26 на 27 июля 2020 года. Незнакомые друг другу компании, семья Рохловых и компания экс-боксера Михаила Старцева отдыхали в районе Старого Базара. Внезапно появляется хедлайнер вечера, так называемый инвалид с тростью, как он уже пояснял в суде. Приехал он сюда, чтобы распить бутылку вина, был навязчив и переключался то на одну девушку, то на другую. Дальше, как мы помним, между Старцевым, инвалидом и семьей Рохловых произошла драка. Потасовка привела к гибели барнаульца Павла Рохлова. Если разобраться, произошла какая-то абсолютно нелепая, глупая ситуация, из-за которой одна семья лишилась мужа и отца, а другому участнику конфликта теперь грозит лишение свободы. Сегодня в Центральном районном суде прошло очередное заседание по драке на Старом Базаре. И это заседание, возможно, вообще изменит наше представление о том, что же там все-таки было в тот роковой вечер. Суды по этому делу всегда без камер. Прошлое заседание, которое мы освещали, многих удивило тем, что так называемый инвалид, из-за которого и началась драка, оказался вовсе не инвалидом. Но это заседание нас удивило не меньше. Сторона защиты представила эксперта из Красноярска Сергея Парилова, который проанализировал медицинские экспертизы и остался ими недоволен. Самое главное заявление красноярского эксперта – удар, который Рохлов получил от подсудимого Старцева, не мог привести к таким печальным последствиям, точно так же, как и дальнейший удар об асфальт. Кровоизлияние никак не связано с полученными ударами. Причем, как считает приглашенный эксперт, началось это кровоизлияние еще за несколько часов до самой драки. Якобы к этому привели старые повреждения сосудов. И якобы из-за алкогольного опьянения погибший даже не подозревал об опасной патологии. Получается, на этих кадрах Рохлов уже, возможно, с кровоизлиянием. И, как утверждает Парилов, во время резких движений или падения у Рохлова произошло смещение старой скопившейся крови. Оно и привело к мгновенной смерти. А не сам удар. Добавим, что к своему заключению красноярский эксперт подкрепил 68 источников, научную литературу и методические рекомендации. Заключение могут приобщить к делу, и не исключено, что оно повлияет на его ход. Ну, а мы продолжим следить за этой резонансной историей. Ирина Корчагина, Андрей Печоркин. День с толком.